Всем любителям путешествий, здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Всем любителям путешествий, здравствуйте! Сегодня 9 мая, и я хотел бы вас поздравить с этим замечательным праздником. У меня в душе 9 мая ассоциируется с самым лучшим праздником. Посмотрите, где мы находимся. Какие замечательные дубы. За мной Шапшухская поляна, и мы находимся в Абинском районе, рядом с Шапшухской. Сегодня у нас будет очень насыщенный поход. Вот, мы пройдем километров 12 приблизительно. Будем пересекать броды, реки, карабкаться на вершины. В общем, увидим много всего интересного, замечательного. Так что оставайтесь с нами. Смотрите этот видосик до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы в станице Шапшухской. Смотрите, какой памятник тут установили 9 мая. Отсыпали все, сделали постамент, лавочку. Сейчас подойдем, посмотрим. Посмотрим. Мы едем по улице Лесной. Асфальтовое покрытие тут отсутствует. Вот и приехали мы до точки. Тут вот такая вот поляна. Многие здесь оставляют свои машины. А мы дальше, путь наш пойдет пешком через реку, по поляне. О, дружок прибежал какой-то. Вот она первая переправа через речку Адыгой. КОНЕЦ Вот такие. Какие срудности нам приходится преодолеть. Вдруг упадет. А машины мы оставили на этой поляне. При всем желании не проедешь на металлой машине. Да, папаки, смотрите, высокие. А все равно немножко зачеркнул. Дойдем по такой дороге. Птички поют, летают. Вот этот катет. Полься зеленая сейчас. Ярко прямо. Класс вообще. Дорога, по которой мы идем, называется Велимниновская. Ее строил такой генерал. Русской армии, царской России. И ведет она из станицы Шапшухской в Кабардинку, через перевал. Здесь такая лесная дорога. Она проходит через курганы. Курганная группа, наверное, больше ста курганов. Вот они, насыпи. Много сегодня людей в лесу. Все решили этот замечательный день провести на природе. Пожарить шашлык. Мы сегодня шашлык жарить не будем. У нас есть чай, бутерброды. Один, второй, третий, четвертый. Их тут очень много. Разграбленные они еще, наверное, в начале 18 века. Еще в царскую Россию раскапывали их, начинали грабить. А сейчас, наверное, и подавно ничего не осталось целого. Хотя, может быть, вроде не раскапанные. Ребята джигингом занимаются здесь, конечно, в дороге. Тут, конечно, хорошие, такие веселые. Можно здорово застрять. Еще один УАЗик едет. Хорошо мы отдели сапоги. Дорожка тут, в кроссовочках не прогуляясь, конечно. Вот такой местный пейзаж впереди. Смотрите, такая лужа. Еще и дерево упало, перегородило дорогу. Вот такая дорожка тут, колея. Хорошо мы на внедорожниках. Можем тебе позволить купить резиновые сапоги за 400 рублей. И вот так. 400 за 500. За 500. И вот так вот шлепать по лужам. А потом в реке оно все это помоется за 5 минут. Вот здесь земляночка. Там выход на дорогу. Ну это тут наши советские позиции. Партизаны, регулярная армия в этих местах была. Сейчас еще метров 100. Перейдем через реку. И подойдем к часовне. Феодосия Кавказского. Это будет наша такая первая большая остановка для... Небольшой привал для отдыха. И поснимаем небольшой репортажик. Дорога. Сами видите какая. Ездить можно только на хороших подготовленных джипах и в резиновых сапогах ходить. Летом, конечно, это все высохнет. После того, как... Пару месяцев, наверное, будет жарой. Но не раньше. Сегодня очень тепло. Плюс 19. Сейчас еще посмотрим, какая тут глубина реки. И сможем ли мы перейти вброд. Потому что в некоторых местах глубина реки превышает высоту наших сапог. Но мы все равно дойдем. Кажется, все просто. Нормал. Ю-ху. Сейчас она кидает там ко мне. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Ну, прошли. Двое уже прошли. Вот последний боец остался. Уважаемые друзья, всех еще раз хочу поздравить с праздником 9 мая. И напомнить, что мы сегодня находимся в походе в районе станицы Шапшукской. Абинский район. Наш маршрут идет к памятнику летчиков. А по пути мы уже прошли группу курганов. Древних черкесских или адыгейских захоронений. Прошли большой адыгойский дольмен разрушенный. Но я его не снимал. Потому что, в принципе, не очень там это все интересно. И вот сейчас первая наша остановка для видеорепортажа будет часовня Феодосия Кавказского. Вот мы к ней подошли. Сейчас будем тут ходить. Смотреть. Такой вот лабиринтик тут. Значит, шла в Браун. Значит, что мне известно об этом месте, это то, что здесь, на этом месте, останавливался для ночлега и молился Феодосий Кавказский, когда шел паломником. Куда-то он туда, в Среднюю Азию шел, по-моему. Вот сейчас на этом месте, значит, построена вот такая часовня. Сейчас мы подойдем, все посмотрим. Смотрите, тут типа как школьный класс. Лавочки. Вот. И здесь летом, значит, вроде как детки отдыхают. Их тут воспитывают. То ли из детдома детки, то ли из семей таких трудных, я не знаю. Но, в общем, тут вот такая детская тематика присутствует. Феодосий Кавказский. Видно, да, вон. Спальники сушатся. Тут живет, наверное, по всей видимости тут. Сегодня тут закрыто. Свечечки не горят. Одно горит, да? Такая вот, часовая. Сделано, да. Печка такая. Здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас. Спасибо. С 9 мая. Приятного аппетита. Спасибо. А вы здесь круглогодично живете? Живете на полгода здесь. В течение 22 лет, полгода. По полгода. А вы откуда? Мы с Новороссийска. А, ну, Новороссийска здесь часто. И гости. Да, да, да. Ну, мы в Шапшукской оставили машину и идем на памятник летчикам цветы возложить. Молодцы. Да. Ну, сегодня праздник. Зайдите в часовинку. Был, да. Положил конфетку, денежку. Там в лампадке горит еще благодатный огонь на Пасху привезен из Иерусалима. Подержите руки, как вы умойтесь это благодатью. Я понял. Хорошо. Сейчас сделаю. Спасибо, что подсказали. Хорошо. Ну, не буду вам мешать. Всего доброго. Ага. Ну, вот такие вот милые женщины. По полгода тут живут в этом лагере. И наблюдают за всей этой красотой. Молодцы. Там туалет у них есть. Сушат. Видно, все равно влага лесная. Надо просушить. Вещей много. Скоро уже сезон. Приедут дети. Так, ну, сейчас немножко отвлекусь. Зайду еще раз в часовню. И лампадкой воспользуюсь. Как бабушка подсказала мне. Недалеко от часовни построенная вот такая землянка. Хочу вам показать, друзья. Я не знаю, действующая она или нет. Может быть, зимой в ней кто-нибудь и живет. Может быть, в ней хранят продукты какие-то. Ну, вот это вот все погреб. Мы идем по землянке. Вот она довольно-таки большая здесь. Такая вот надпись. Спасибо, что не сломали. Ничего ценного, кроме старых одеял, нет. Думаю, лезть, конечно же, не будем. Мы просто подошли поснимать. Посмотреть. Много человеческого труда вложено в это сооружение. Дорога где-то там. Давайте срежем. Ну, а мы продолжаем наш путь. Это свое. Так, ну, а мы подошли к следующей переправе. Сейчас будем в очередной раз карабкаться через реку. Но тут вроде попроще, да. Тут вроде попроще. Камень скользкий. Камень скользкий, аккуратно. Сильно на него не упирайся. Ого, ага. Там внизу, слышите, как шумит река? Прямо как настоящая горная река. Ну, это и есть горная река, конечно. Но ниже там, где мы шли по течению, такого звука нет. Мы уже почти дошли до памятника. Метров 300 осталось. Сейчас будет привал. Поснимаем, покушаем. Пойдем на Большой Кадыгойский водоскат. Посмотрим, что он из себя представляет. И потом... Длинемся в обратную сторону. Обязательно зайдем на Мандау Вечности. Друзья, напомню вам. Мы идем по старой Велиминовской дороге. Смотрите, вот родник прям по дороге. Еще такая чистая вода. С гор пробился очередной ручеек. Так вот, что я хотел сказать за эту дорогу. Первичная, когда основатели, казаки во главе с генералом Велиминовым шли по этой дороге, путь со станицей, вот не знаю, не буду врать, то ли с Абинской до Кабардинки, то ли с Шапшухской до Кабардинки. Ну вот, я не знаю, то ли из Шапшухской, то ли из Абинской. Они вышли. Занял почти три месяца. То есть вот этот вот маршрут, который мы идем сейчас за час, ну, грубо говоря, там может быть пешком идти, если до Кабардинки, то займет часа два с половиной. Ну, пусть три, да? То есть этот маршрут, который мы идем три часа, раньше на него было затрачено три месяца. Потому что дорогу приходилось прорубать, взрывать, прокладывать переправы через реки. И постоянно вести бои с горцами. То есть так просто по этим краям было не пройти. И, друзья мои, ну, а мы дошли до цели нашего маршрута сегодняшнего. Вот он и памятник летчикам. Давайте подойдем, посмотрим, поклонимся. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ну а тем временем девочки накрывают на стол сейчас будем кушать находимся на вот такой поляне она прямо рядом с памятником летчиком где-то приехали на уазике тут вот вагуна называется голубая место для купания с россия того идем по руслу такого ручья точнее реки куда идем не знаю какой-то большой водоскат делаем тропа натоптана люди сюда ходят а 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 друзья ну как и обещали подошли мы на первую мандау это называется мандала крепость духа вот такое вот сооружение кто-то заморочился конечно капитально построить целый замок средневековый практически на полу пустого река вещь в центре сооружения внизу течет река довольно снимают такого они еще не видели это новенькая все да где-то что-то не видел ну Такой фундамент, конечно, ложить, таскать, ты представляешь, линдочку такую сложить. Тропиночки интересные идем, вообще сегодня классный поход у нас получается. Пришли на новую мандалу, а здесь слёт джиперов. Народ отмечает праздник. Вот тут особо ничего не осталось, за зиму всё заросло. Вот он, человечек. Приложу фоточки, посмотрите, как это выглядело раньше. Друзья, ну вот и не успел подойти к концу наш очередной поход, как мы уже мечтаем о следующем. Хорошо сегодня походили, 20 тысяч шагов, около 20 километров, всё классно, всё всем понравилось. Встретили много интересного, позитивного народа, провели отличный денёк на природе. Конечно, без шашлыка, без алкоголя, но зато очень активно, позитивно и великолепно. Если вам понравилось наше видео, оставайтесь с нами, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч!